Минздрав и Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии рекомендуют президенту продлить и ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик по итогам заседания Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Встреча прошла 11 января под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба. Решение о продлении и ужесточении связано с тем, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии после новогодних праздников значительно ухудшилась. Наблюдается стабильный рост заболевших. То есть цифры ежедневные дают нам информацию, что в эпид-процесс включаются не только пожилые люди, но уже и молодые, и задействованы дети. Скорее всего, эти новогодние праздники и те мероприятия, которые предшествовали новогодним праздникам, которые проводились в объектах общественного питания и дали соответствующую картину. Минздрав и СЭС рекомендуют президенту продлить ограничительные меры до 15 февраля и закрыть все объекты общественного питания. Эти меры коснутся, скорее всего, объектов общественного питания, которые, ну как бы, скажем, халатно отнеслись к нашим рекомендациям, к нашим предостережениям. Закрыть. Закрыть и оставить только те объекты, которые имеют возможность готовить продукцию свою для доставки по заказам. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия обращался к штабу с просьбой возобновить работу детских садов и начальных школ, но медики были непреклонны. Да, когда у нас в декабре месяце регистрировалось снижение заболеваемости, как бы заболеваемость была в контролируемом русле, мы уже даже предпринимали шаги к тому, чтобы открыть некоторые заведения, во всяком случае выборочно ставить вопрос, если это учреждение готово к работе вот в этот период, то, соответственно, проводить проверки, инспектировать и готовить их к открытию. Однако же на сегодняшний период времени, вот сейчас по этой ситуации, говорить об этом рано. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия отметил, что учебный процесс будет продолжен в дистанционном режиме и обратился к предпринимательскому сообществу с просьбой помочь обеспечить детей техникой. Министр в дистанционном режиме и обратился к предпринимательскому сообществу с просьбой. Ужесточения, рекомендованные президенту Минздрава МСС, касаются также вещевых и продуктовых рынков и общественного транспорта. Ограничить работу вещевых и центральных продуктовых рынков, но это по графику, согласованным с администрациями городов и районов, для того, чтобы было время на обработку, на дезинфекцию и так далее. Почему? Потому что то количество посетителей этих мест, вы видели, в предпраздничные дни просто зашкаливало. По общественному транспорту это будет касаться маршрутных такси, то есть перевозчик обязан перевозить только граждан в лицевых масках. Плюс лицевые маски или щитки – это уже не рекомендательный носит характер, а обязательный. Какой смысл ужесточать требования, если контроль над их исполнением осуществляется спустя рукава? С целью усилить рычаги давления в отношении нарушителей СЭС рекомендует ужесточить закон в части административных нарушений. Дело в том, что всем правоохранительным органам очень тяжело работать. Почему? Потому что до сегодняшнего периода нет изменений к закону об административных правонарушениях. И мной поднялся вопрос о внесении новой статьи за нарушение вот этих требований. И мной оговорена сумма до 50 тысяч рублей, однако были мнения другие, чтобы на тех руководителей, которые до сих пор не исполняют тех требований, которые прописаны в распоряжении президента, то есть наказывать уже в соответствии с административным кодексом. Но это дело не сегодняшнего дня, это мы как бы рекомендовали уже законодательным органам республики внести такую статью в КОАП. Пока глава государства Аслан Бжания не подпишет распоряжение, все рекомендации Минздрава и СЭС остаются лишь рекомендациями для президента. Окончательное решение и соответствующее распоряжение будет опубликовано, скорее всего, 12 января.